дом деревянный старый столбянка это даже пристройка до этой самой столбянки сделано несколько позже дом мой ровесник по годам шестидесятых лет так я примерно выхожу из положения прикручивая на шурупы разной длины еще чтобы держалась хорошо доски или просто как у нас говорят ляпухы и на них уже цепляю подвесы вот так получается оформляется угол у меня здесь выступает уже прикрученный сайдинг здесь рейка таким образом я ее прикручиваю на доску креплю и пусть ее хоть коробит хоть не коробит она роли большой не сыграет уже сайдинг от нее не поведет а рейка уже идет стационарно отдельно вот она на подвесах фундамент если где придется применяем дюбели а здесь все на шурупах весь дом сплошное королевство кривых зеркал ничего почти нет ровного поэтому приходится изгаляться как можем вот еще один угол пока только одна рейка до него направляющие буду крепить натягивать шнур промежуточные рейки поставлю а в направляющие буду вставлять опять рейки уже будет какой-то ну скажем по технологии ускорения работы вот эта сторона дома здесь угол вообще затянут ужасно до меня о пузо обалденное окна на разном уровне ну если удастся подровняем нет значит нет теперь пару слов о пленках для чего они нужны еврокон смотрел инструкцию там значит предлагают нам закрыть пленкой гидроизоляции дом ну ребята если так рассуждать у нас дом вот это моя столбянка нас гниет он дышит а его закрою сейчас закупорю для чего это делать это делается для того чтобы с обоих сторон ограничить утеплитель чтобы он был сухой и туда влага не попадала тогда он держит тепло но это мало радости если у меня дом сгниет а утеплитель будет сухой а где тут счастье не вижу абсолютно но я применил как рекомендует silver out привезли мне по заказу металлосайдинг silver подвесы все короче что надо утепляю но начал делать и решил что вверх все таки даже мембрана меня не устроит нужен все таки просто ветра ветрозащита одна и все то есть пленка которая будет пропускать и туда и сюда в данном случае вот я применила грил есть у меня пользуюсь иногда можно его применить если он называется по-другому просто ветрозащитная пленка она более толстая специально для строительства это все есть то есть зачем вот этот silver нужен под сайдинг насколько я понял он просто предохраняет от лишнего испарения вот зимой чтобы допустим не конденсировалась на самом железе и при утепелях или там так всяк ну короче возникает угроза поржавения